Здравствуйте, дорогие мои зрители! На днях я слышал по радио обсуждение какого-то нового закона о так называемом домашнем насилии. И вот в связи с этим мне хотелось бы поговорить о наказании детей. Нужно ли оно в общем принципе? Ну и если наказывать, то как? Нужно сразу определиться, что между побоями, которые, к сожалению, бывают и иногда приводят к травмам и даже к смертельному исходу. И под попниками есть большая разница. И если первое, всё-таки это редкое явление, я бы сказал, это единичные случаи, то уж знаете, ну какой папа когда-то сыну подзатыльника не давал. А вот теперь представьте такую картину, когда этого папу на 15 суток за то, что он там леща отпустил сыну за какое-то непотребное его поведение. И вот проходит 15 суток, и глава семейства возвращается к детям, к жене. И это встреча. Вот представьте себе, картина Репина явилась, да? Что сын ему скажет? Ну что папа получил? И вот тогда возникает вопрос, а кто кого воспитывает? Сын отца, который написал на него заявление, или отец сына, или мама, покричала на ребёнка, ремня всыпала ему, а потом получила исправительные работы. И теперь, после того, как она придёт домой после рабочего дня, вместо того, чтобы уделить время семье, мужу, детям, она идёт подметать улицы, потому что ей суд присудил исправительные работы, какие-то общественные работы. Как, по-вашему, это укрепляет семью? Вот такая ситуация, доведённая до такого абсурда, она укрепляет семью? Мне кажется, государство должно трижды подумать, семь раз отмерить, прежде чем отрезать таким законом. Ведь подобные законы, они будут вмешиваться в семью и разрушать её. Вот, допустим, создаётся ювенальная полиция, да, а людям надо как-то чем-то заниматься, им же нужно отчитываться о проведённой работе, им нужна какая-то деятельность и какие-то показатели. И вот отсюда идут побуждения ходить по домам, по семьям, заглядывать в холодильники. Сколько там у вас творожка детского? Ах, нету! Ох, как плохо! Мы возьмём вас на заметку. И вы не подумайте, что это шутка. За границей такое в порядке вещей, такое там уже есть. И у нас это будет. Или, допустим, создаётся, вернее, издаётся вот такой закон, да, и проходит время, полгода, и начальник вызывает подчинённых. Какие показатели? Сколько дел заведёно по статье о домашнем насилии? Как? Нету ничего. Безобразники. А ну, марш работать! Чем же вы здесь занимаетесь, штаны протираете? И вот бежит тётечка полицейская в школу и начинает там детей опрашивать. Тебя папа бьёт? На тебя мама кричит? Ах! Раз! И всё. Вот уже дело, уже есть дело. Вот уже у этих людей появляется дело. Они чувствуют, что они и зарплату не зря получают. Ну и начальство довольно. Есть показатели. Работает отделение, работает служба. Вот к чему это ведёт. Непременно будут перегибы. Между побоями, повторяю, и подпопниками, и домашними наказаниями всё-таки есть разница. А теперь представим себе такую картину, когда в семью с традиционными восточными устоями, ну скажем, Кавказ, да, приходят такие тётечки и дядечки в форуме. Какое это отношение вызовет у народов Кавказа? Вот такое вторжение в их семейные традиции? А ведь найдутся подстрекатели, которые скажут, зачем нам такая страна? Зачем нам такая страна? Вот и повод для сепаратизма. А ведь наша страна, она многонациональная. И мы должны учитывать, что есть разные семейные традиции. Ну, действительно, это традиции. И есть очень крепкие, традиционные, какие-то обычаи семейные у разных народов. И проблема такого законотворчества в том, что мы забываем свои традиции отечественные, пренебрегаем ими, а начинаем брать какие-то примеры с Запада. Всё копируем оттуда, вслепую копируем и пытаемся перенести на нашу почву. Это везде так, и в экономике, и в образовании, и в медицину. Вот так уже всё перевернули. И вот теперь хотят вторнуться в семью и подкосить устои семейные подобными законами. Нужно ли вообще детей наказывать? Давайте вспомним, от какого слова происходит само слово наказание. Казать, показать. То есть наказ, это не обязательно какое-то силовое воздействие, побить ребёнка. Наказать, это значит научить. Вот мы говорим депутатский наказ, депутату дают наказ. Жители этого района просят, наказывают ему сделать дорогу, допустим, к больнице, да, или там что-то ещё, отремонтировать ту же больницу, детский садик. Это наказ. Наказание ребёнка, это прежде всего назидание его. Это какое-то ему заповедание, это научение ребёнка. Наказание непременно должно быть, потому что вседозвольность и распущенность детей приводит потом к тому, что по тротуарам ездят мажоры, юнцы на джипах и плюют на общество, на окружающих. Но каким должно быть наказание? Вот здесь нужна уже и мудрость родительская, ну и какой-то личный опыт. Вы знаете, я спрашивал разных людей. Тебя в детстве наказывали, в смысле били. И вполне достойные люди говорили, да, папа давал ремешка, и ничего, я ему благодарен за это. Он меня сделал человеком. А других спрашивал, а они говорили, нет, меня никогда в жизни не наказывали, в смысле не били, никогда в жизни. И я вижу, что и так, и так бывает. Поэтому на вопрос, нужно ли детей бить, я не могу ответить. У каждого свой опыт. Кто-то воспринимает тот опыт, как его воспитывали, а кто-то наоборот говорит, я так не буду воспитывать. Я считаю, это неправильно, так не надо. Тут главное, чтобы мы именно занимались воспитанием ребёнка. Именно. Учили его доброму, вечному. Учили его нравственности, ну в конце концов, культуры поведения. А как наказать? Ну, можно иногда и прикликнуть, или брови насупить. Мама даже может иногда и слезу проронить, чтобы ребёнок видел, как маме больно, то, что он делает. Конечно, можно и в угол поставить, можно там как-то гулять не пустить, какие-то другие репрессии, санкции применить. Не обязательно же именно бить ребёнка. Но иногда, иногда, и это необходимо. И есть такие дети, которых без этого никак не воспитаешь. Ну вот есть такие дети, да. Вот, понимаете? Даже в Библии написано, что тот отец не любит сына, и он плох, как отец, который жалеет разги для сына своего. Конечно же, нужно понимать, что для человека иногда проще бывает накричать на ребёнка, да его, понимаете, отлупить. Это проще, ну потому что вдумчивая работа требует времени, объяснять что-то как-то там, знаете, назидать. Это всё требует времени, сил. А человеку проще, особенно когда он пришёл с работы уставший, там, издёрганный, ему проще ребёнка отлупить за то, что он двойку получил, да. Или там что-то не сделал, или сделал что-то плохо, на него нажаловались. Ему проще так поступить. Но потом реакция бывает очень плохая. Потом дети, когда вырастают, они вспоминают, что наказывали их не по делу, а просто потому, что имели власть и силу, и мстят за это. Сын мстит матери за унижение, когда вступает в подростковый возраст. Я уже не говорю о том, что он может руку на неё поднять, но дай Бог, чтобы этого не произошло никогда. Это тяжёлый грех, когда дитё поднимает руку на родителя. Но всё равно мстят потом, отыгрываются за своё унижение. Поэтому, когда, дорогие мои, мы наказываем детей, мы, во-первых, должны это делать не сгоряча, не от того, что имеем власть и имеем силу, а рассуждая о пользе ребёнка. И, конечно же, никогда нельзя ребёнка унижать. И всегда надо, чтобы ребёнок понимал, что если следует наказание, то это говорит о том, что у родителей другого выхода уже нет. Уже средств в других не остаётся, кроме как наказывать. Он виноват, он вынудил маму или папу применять более жестокие, жесткие методы воспитания. И, кстати, мой совет, всё-таки лучше, чтобы, если уж телесное наказание вы практикуете, чтобы всё-таки лучше, чтобы отец этим занимался, а не мать. Пускай мама останется в памяти ребёнка как что-то нежное, доброе, чуткое, вот именно таком материнско-ласковое. Ну, отец — это, конечно, облик мужества, силы, ему, может быть, это сподручно. Тем более, что женщины зачастую, поддаваясь своей эмоциональности, иногда с большой амплитудой это делают, а потом вот так сначала ребёнка отлупит, а потом у него прощения просит, слёзы льёт, что тоже с точки зрения педагогики неправильно. Но всё-таки, повторяю, лучше, чтобы этим занимался отец. Вот придёт папа с работы, я ему пожалуюсь, и он тебя накажет. Вы знаете, вот такие слова я когда-то слышал от своей мамы. И уверяю вас, это на меня действовало сильнее, чем вот если бы мама меня ремнём попобила. Вот на меня это действовало. Да, действительно. Ну вот, что хотелось бы сказать по этому поводу, дорогие мои, в плане наказания, воспитания, вот такого имеется в виду методами каких-то таких репрессий, санкций по отношению к детям, в плане телесного наказания. Не надо доводить всё до абсурда. Повторяю, подзатыльник или там какой-то шлепок — это не то, что называется побоями. Но принимая закон, который позволит вторгаться в семью, государству, государство разрушит семейные устои и дойдёт до крайнего абсурда, где уже надо будет рассуждать. А что было побоями, а что просто там окриком было. Мы научим детей писать заявления на родителей и обедничать на них. Мы подорвём вообще саму основу воспитания, авторитет родительский, если будем принимать такие законы. Вот такие размышления мои на этот счёт. Я желаю, братья и сёстры, от вас выслужить ваше мнение. Может, в чём-то я не прав, где-то что-то вы дополните, какие-то свои выскажите соображения. Давайте об этом поговорим. Может быть, этот разговор мы ещё продолжим, если наберётся достаточно много материала из ваших комментариев, ну, о чём поговорить. Ну, а сейчас я желаю вам просто мудрости от Господа, воспитания ваших детей и помощи Божией. Субтитры создавал DimaTorzok